Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Сегодня есть хорошая новость. В ближайшее воскресенье, 5 июля, в нашем рождественском храме Божественную Литургию возглавит Высокопреосвященнейший митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. После долгого периода всевозможных карантинных мероприятий, слава Богу, мы возвращаемся к привычному образу нашего церковного богослужения. Службу Владыка Исидор будет совершать так же в притворе, как и мы совершали в воскресные дни и в праздники. А все прихожане приглашаются вместе с нашим Владыкой послужить и помолиться на улице на соответствующей дистанции. Сегодня, когда я приглашал Владыку послужить в нашем храме, он рассказал один интересный случай. В 1988 году, когда покойный патриарх Пимен совершал первую литургию в Даниловом монастыре, им тоже разрешили совершать литургию в притворе. И Владыка как раз и вспомнил, что патриарх находился в притворе, а епископы были приглашены для служения на ступенечках. Вот видите, и мы снова послужим божественной литургией в притворе. За праздничные воскресные литургией Владыка совершит хератонию, рукоположение водьякона, выпускника нашей русской православной школы, который завершил ее с хорошими результатами, поступил в нашу Екатеринодарскую и Кубанскую семинарию, с отличием ее закончил, женился на нашей прихожанке Екатерине. Многие знают эту усердную труженицу, которая возглавляла у нас молодежный отдел при нашем храме. Она родила ему уже ребеночка. Это уже такая хорошая, добрая семья, выросшая на нашем приходе. И вот в это воскресенье Володя Митилева, Владыка Митрополит, будет рукополагать водьякона. Вот такие хорошие события ожидают нас в ближайшее воскресенье. Обещают жаркую погоду, но я надеюсь, что мы с вами придем пораньше, когда будет еще не так жарко, к половине восьмого утра, и вместе с нашим архипасторем, Владыкой Исидором, помолимся о его добром здравии и о добром здравии каждого из вас, наших дорогих прихожан. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.